Сейчас мы с вами разберемся в текстовом редакторе VI. Очень важно уметь работать в данном текстовом редакторе, потому что он присутствует в любой операционной системе семейства Unix или Linux. И даже если вам встретится какая-нибудь очень древняя операционная система, я имею ввиду Unix или Linux, то вы всегда сможете вправить там конфигурационный файл. А это очень важно. Давайте приступим к работе с этим замечательным текстовым редактором. VI это крайне мощный текстовый редактор, который позволяет вам править различные типы документов, а также производить действия с ними. Некоторые пользователи даже пишут программы исключительно в VI и при помощи взаимодействия с компилятором компилируют программы прямо из него. Для того, чтобы начать работу с ним, нужно в командной строке набрать название команды VI и нажать Enter. В современных версиях Linux текстовый редактор VI заменен на улучшенный редактор Vim, Vim Improved. Но если вы умеете работать в Vim, то вам не составит никакого труда работать в VI. Команда у них одинаковая. Vim отличается от VI более мощными взаимодействиями с различными программами, ну как я вот назвал, например, с компиляторами. Чтобы начать вводить текст, вам нужно набрать какую-нибудь команду. VI поддерживает несколько типов команд, которые позволяют вам начать работу с текстом наиболее комфортно. Ну, например, при помощи команды маленькая A вы начинаете ввод текста после клавиши курсор. Либо при помощи команды большой A вы начинаете ввод текста с конца текущей строки. Если вам нужно начать ввод до курсора, то вы вводите маленькое I. Если вы хотите начать ввод текста с начала строки, то вводите большое I. Если вам нужно добавить строку ниже курсора, то вы вводите маленькое O. Если выше курсора, то большое O. Если вам нужно вставить текст из какого-нибудь файла, то вы можете ввести двоеточие R и название файла, и содержимое этого файла вставится в текущий текст после курсора. Итак, давайте попробуем. Для того, чтобы начать набирать текст, мне нужно нажать, например, какой-нибудь из вышеперечисленных команд. Например, я хочу начать от текста, с символа до курсора. Я нажимаю I. Как мы видим, редактор перешел в режим редактирования. У меня появилась команда вставка. Теперь я могу писать здесь различный текст. Например, Hello World. Чтобы вернуться в режим командный или режим редактирования, я должен нажать Escape. Я нажал Escape и теперь могу при помощи стрелок, либо при помощи клавиш H, J, K, L перемещаться по тексту. Если я хочу добавить букву, либо какое-то слово после курсора, я могу нажать клавишу A и начать редактирование. Что-то тут пописать. И нажать Escape. Так, я вот понаписал тут некоторый текст. Теперь я хочу его стереть. Для того, чтобы стереть текст, я могу воспользоваться командами D. Для того, чтобы его воспользоваться, я должен быть в режиме ввода команд. Ну, либо он также называется режим редактирования. Для этого я ввожу D, ну и, например, L, чтобы стереть символ, который находится справа от курсора. Либо, если я хочу стереть символ, который будет находиться слева от курсора, я ввожу D и H. Также я могу воспользоваться клавишей X для стирания символов справа от курсора. Если я хочу стереть строку целиком, я могу ввести клавишу DD. Так, отлично. Если вы случайно стерли какую-то строчку, то вы можете легко ее вернуть, отменив последнюю команду при помощи клавиши U. Так, ну вот мы познакомились с вами с добавлением текста, удалением текста. Теперь мы с вами поглуже поработаем в режиме редактирования. Давайте нажмем Escape. И попробуем перемещаться по тексту. Ну, в случае, если ваш терминал понимает режимы стрелочек, то проблемы каких-то не возникнет. Но в старых терминалах бывали случаи, что стрелочки редактором VI не распознавались. И поэтому был придуман механизм перемещения по тексту при помощи клавиш H влево, L вправо, K вниз, EJ вверх. Так что, если у вас возникнут какие-либо проблемы при работе стрелочек, то вы всегда можете воспользоваться этими буквами. Также в режиме командный, в командном режиме вы можете воспользоваться некоторыми возможностями. Например, введя символ, такая крышка, вот сейчас я вам покажу, как этот символ выглядит, чтобы было более... Понятно. Shift-6. Вот, введя этот символ в режиме, в командном режиме, вы перейдете в начало текущей строки. Чтобы перейти в конец текущей строки, вам нужно ввести знак доллара. Если вы хотите перейти на слово вправо, вот сейчас я перейду к hello, то нужно ввести команду W. Если вы хотите перейти на слово влево, то команда B. Если вы хотите перейти в конец текущего параграфа, то нужно ввести текущая скобочка вправо. Если вы хотите перейти в начало, на параграф назад, то фигурная скобочка влево. Параграфом называется часть текста до начала пустой строки. Ну, то есть, вот если мы сейчас с вами введем вот так, то при помощи фигурных скобочек я могу перемещаться по этим текстам. Видите, фигурная скобочка назад. Если вы хотите перейти сразу в конец текста, то нужно ввести квадратная скобка два раза вправо. Это вас переведет на конец текста. Если в начало текста, то две фигурные скобки назад. Так, хорошо. Вот мы с вами тут поредактировали, пописали. Теперь нам нужно сохранить из буфера то, что мы с вами наделали. Для этого нужно перейти в режим командной строки. Для этого мы введем двоеточие. И при помощи команды W W можем сохранить текст. Если вы во время ввода уже, ну, когда вы вводили команду VI, уже указали имя файла, то вы можете просто сохранить при помощи двоеточия W. Если вы хотите указать имя файла, в который сохраняет данный текст, то можно ввести двоеточие W и ввести текст. Ну, например, test.doc. И нажать Enter. Так, все, мы создали с вами новый файл test.doc, в который записали информацию из текущего документа. Если вы хотите сохранить и выйти, то вам нужно ввести WQ. Если вы хотите сохранить и выйти без написания WQ, то вы можете это сделать при помощи двоеточия X. Если вы хотите выйти без сохранения, то можете, набрав WQ с восклицательным знаком, выйти из режима команды, строки и из документа в целом. Вы можете также сохранить и выйти из режима редактирования при помощи двух Z. Вот я два раза нажал Z, и VI сохранил изменения файла test.doc. Теперь я могу снова его открыть, чтобы рассказывать вам дальше. Важно знать, что если вы работаете из подучетной записи администратор, то бывают случаи, когда права на файл сохраняются только для чтения. Некоторые конфигурационные файлы с целью защиты делаются с правами доступа только на чтение. В режиме работы редактора VI есть возможность без изменения прав доступа к документу администратору дописывать в эти конфигурационные файлы и сохранять изменения без изменения прав. То есть вы открыли какой-то конфигурационный файл, добавили в него свою информацию, и чтобы вам сохранить ее, вам нужно ввести в режиме администратора WQ и в конце поставить восклицательный знак. В этом случае изменения в документе сохранятся, даже если права на доступ в файл только на чтение. Еще несколько интересных возможностей. В VI это из режима командной строки можно искать текст по документу. Ну, уже известный вам слэш, при помощи которого мы можем искать текст вниз по тексту. Ну, например, я ввожу слэш и ввожу hello. Вот, редактор мне нашел слово hello и закрасил его коричневым цветом. Если я хочу продолжить поиск вниз по тексту слова hello, то я могу нажать N и будет осчислен поиск по всему документу и показаны все возможные варианты. Если я хочу начать поиск вверх по документу, то я должен ввести знак вопроса и ввести снова hello. Ну, ничего не изменилось в силу нашего документа. Также продолжить поиск вверх можете при помощи клавиши N. Если вам требуется заменить какую-то часть текста в документе, ну, какое-то слово, например, вам требуется заменить, то вы можете ввести двоеточие знак процента S, ввести то слово, которое вам нужно заменить. Например, я хочу заменить слово hello на слово goodbye. Изменение будет произведено по всему документу. Я ввожу Enter. Произошло изменение текста. Теперь я хочу сохранить. Эти изменения. Вот, снова сохранилось. Если вы хотите работать с несколькими документами одновременно, то в Vim есть возможность открытия нескольких документов и переключения между ними. Такой вот многооконный режим. Это можно сделать при помощи клавиши E, команды двоеточие E и названия файла, который вы хотите открыть. Еще один. Давайте test. Doc. 2. Открылся новый документ, в котором я также могу писать какой-либо текст, производить редактирование. Если я хочу вернуться к моему предыдущему документу, то я могу ввести двоеточие N. Да, вот редактор мне сообщает о том, что я не сохранил изменения, и поэтому в избежание их потери нужно сохранить изменения. Так, вот мы сохранили test.doc2. Для того, чтобы вернуться к предыдущему файлу, я должен ввести команду F. Так, мы вернулись с вами в будущий документ. Так, что еще мы можем сделать? V.I. поддерживает несколько видов буферов, в которые мы с вами можем складывать текст. Ну, например, скопировать текст, вырезать, вставить его в другой документ и так далее. Первый тип буферов, так называемые неименованные буферы. Этот тип буферов позволяет копировать текст внутри одного документа. Ну, например, я хочу скопировать эту строку, и я нажимаю два раза Y, и хочу вставить ее после последней строки. Для того, чтобы вставить, я должен нажать клавишу P. Отлично. Если я хочу копировать текст в несколько разных буферов и переносить их между документами, либо с какой-то другой целью делать несколько буферов обмена, я могу воспользоваться именованными буферами. Для того, чтобы скопировать текст в именованный буфер, я должен набрать команду Кавычка, название именованного буфера, чаще всего это какая-то буква. Ну, например, A. Далее, команду копирования. Ну, например, я хочу скопировать строчку, поэтому я ввожу команду YY. Теперь я должен скопировать, ну, хочу скопировать первую строчку и вставить ее из именованного буфера. Для этого я должен ввести команду двойная кавычка, название именованного буфера, у меня это A, и вставку, это команда P. Вот я вставил ее из именованного буфера. Также я могу вставлять текст из одного документа в другой при помощи именованных буферов. Я рекомендую вам потренироваться с работой в редакторе EVI, с работой во многооконном режиме, копированием текстов и так далее. Когда вам станет все понятно, то вы поймете, насколько это простой и в то же время очень мощный редактор, которым должны пользоваться абсолютно все, кто работает в операционной системе Linux. Подведем итог. Мы с вами изучили, что VI поддерживает три вида режима. Ввод текста, командный режим и режим командной строки. Также мы с вами изучили команды, которые можно вводить во время работы в командном режиме, а также различные манипуляции с текстом. Список некоторых команд я вам привел для того, чтобы, если вам в дальнейшем понадобится, вы могли бы на него быстренько взглянуть и освежить их в памяти.